Всем привет, дорогие друзья! Я надеюсь, ветер не очень сейчас мешает. С Пелу с жару я решил рассказать свои впечатления от ЕГЭ по русскому языку. В общем, жопа! Жопа не в плане вариантов, их сложность. Они были точно такие же, как в книжке 36 вариантов, которые все решали. В плане вот этой вот суетливости, вот это вот всего, это реально было нечто. И вообще не очень. Потому что вот это вот все, металлоискатели, детекторы, вот это вот, вся эта сама атмосфера. Тексты были, кстати, вообще не самые легкие из тех, которые можно вообще себе представить. Я вообще бесил, кстати. Я просто сижу и такой, типа, ай, какое задание! Кстати, первые задания были реально легкие. И поскольку я был слишком многословен на улице сейчас, я решил еще и из дома записать. В общем, ребят, если вы так же будете сдавать ЕГЭ, не бойтесь! Вам надо просто сосредоточиться, и у вас все получится. Но я еще раз это повторять не хочу, а у меня еще три экзамена. Ладно, базовая математика, а вот что с историей делать, я вообще не понимаю. Так что, вам удачи, там, кто будет в следующем году сдавать, или еще когда-нибудь. Помните, что везде люди работают, и у нас были добрые, ну, еще списать бы, ответы как-нибудь дать. Потому что, ну, камеры, знаете, камеры вообще не отвлекают. Это вот маленькая... Э... Сейчас сообщение мне пошло. Камера такая маленькая штучка в углу и сзади кабинета, что ее просто не видно. И, как бы, те камеры вообще не отвлекают. А вот все остальное, задания, как бы, были те же, что и на пробниках, и в книжках. В общем, я не знаю, что будет. Я реально не понимаю. Я не могу себя сейчас оценивать. Я слишком сейчас на эмоциях. Лайки, подписки ставьте. Пишите ваши впечатления, кстати, от ЕГЭ. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok